Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И всем здорова, с вами Антромер. Буквально пару дней назад в GTA 5 Online началась новая неделя, где нам добавили различные скидки. И сегодня в ролике я вам покажу, что можно и что желательно вообще купить на этой неделе. То есть, благодаря этому ролику вы можете сделать какой-либо для себя вывод. И сегодня я вам покажу те вещи, которые определённо стоит купить на этой неделе. Но если ты хочешь быть в курсе всех актуальных новостей в мире GTA Online, то не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Для тебя это пару действий, а мне это поможет достигнуть цели в 40 тысяч подписчиков. Там вот осталось вот прям совсем чуть-чуть. Не забывай писать свои смочнейшие комментарии. Ну а теперь, так сказать, погнали к моему видеоряду. Ну и начнём мы, конечно же, с халявы на этой неделе, которую стоит забрать. На подиуме казино на этой неделе стоит классика мира GTA Online, именно Зенторна. Хоть эта машинка и стоит копейки, но всё же на халяву её будет явно приятно получить. Насчёт уникальности раскраски я не уверен. Если кто-то из вас об этом знает, подправьте в комментариях. Тайминг, к сожалению, я сказать не могу, но всё же есть люди в комментариях. Рекомендую её вам выбить. Но в автоклубе на этой неделе у нас будет стоять АЦО Джугулар. Это тоже у нас халявная тачка, которую вы можете получить на этой неделе. Ну а чтобы её, так сказать, залутать, вам нужно войти в число первых лучших в гонке серии погонь 4 дня подряд. Это условие вообще несложное, если у вас имеется друг, то посоздаём лобби и по очереди катаем друг другу первое место. Без друга, к сожалению, тут никак не обойтись. Машинка хорошая, но мне опять же не нравится её внешка. Но всё же я вам рекомендую её залутать. Со скидкой в 30% на этой неделе вы можете купить бравада Гринвуд. И обойдётся он вам всего лишь в 769 125 долларов игровой валюты. Без скидки он стоит почти лям 100 зелени. Перед покупкой вы можете абсолютно бесплатно обкатать эту тачку в автоклубе. Дабы просто элементарно пощупать, что это у нас такое. Эта тачка, можно сказать, у нас привет из прошлого. Ведь на ней же Хасаниуси Доджи вжита Снандрес со своей бандой. Вернее, это была тачка Свита. В целом, машинка по управляемости и скорости хорошая. А вот тюнинга, к сожалению, на ней не так уж и много. Но всё же сама машина хорошая. Если вам хочется чего-то такого ретро на этой неделе, то эта машинка явно будет хорошим выбором. Рекомендую купить её на этой неделе, учитывая, что она стоит буквально копейки. Со скидкой в 30% на этой неделе вы можете взять Ubermacht SC1. И обойдётся он вам в 1 122 000 долларов игровой валюты. Эта машинка на этой неделе вот мне прям реально зашла. У неё внешка хорошая и характеристики. Затюнить её, кстати, вы тоже можете. Можно сказать, что эта машинка относится тоже к классике Житан Лин. Если вы вдруг на этой неделе хотели себе взять хороший спорткар, то Ubermacht SC1 будет хорошим выбором. Я вот прям реально вам рекомендую её купить. Со скидкой в 30% на этой неделе вы можете купить Vapid Flash GT. Обойдётся он вам в 1 172 500 долларов игровой валюты. Опять же, перед покупкой вы можете абсолютно бесплатно обкатать её у Симона. А вот раскраска на ней по-любому уникальная, потому что бренд Junk добавили в GTA Online совсем недавно. Хотя, насчёт этой раскраски я могу и ошибаться. Этот спорткар у нас хороший, но внешка у него мне не особо нравится. Вот скорость хорошо, повороты хорошо, вот эта вот скамейка сзади мне вообще не прикалывает. Но смысла засирать хорошую машину тупо из-за внешки никакого нет. Если вам нужно что-нибудь шустренькое на этой неделе, то эта машинка будет хорошим выбором. Но всё же я бы на вашем месте обязательно перед покупкой её обкатал. Дабы просто элементарно понять, нужна ли вам эта машина или нет. Ну и самая жирная покупка на этой неделе, как по мне, это ангар. Обойдётся он вам от 800 до 1 миллиона 500 тысяч долларов игровой валюты. Где-то в этом диапазоне, при условии того, что на ангар и на его ремонт и модификации действует скидка в 30%. Интересный вопрос, где брать ангар, в аэропорту или на форте Занкуда? Если вы хотите более так ближе к городу, то берите в аэропорту ЛС. А вот если вам нужен доступ на форт Занкуда, то берите там же. Это на самом деле единственный плюс брать его там. А так они лишь отличаются своим расположением от города. И что мы, собственно, получаем за эти деньги? Во-первых, это хороший фарм на этой неделе с полторашным бонусом. Долго разъяснять об этом не буду, потому что скоро выйдет ролик на эту тему. Но скажу вам одно, этот фарм хороший, но он до жути долгий. И вам, как минимум, для фарма на ангаре нужно ещё 3 тела в виде ваших друзей. Также за эти деньги мы получаем огромнейшее хранилище для самолётов, плюс возможности их модифицировать. Да-да, тут есть много всяких различных приколюх. Например, у личного каргабоба вы можете открыть аппарель. И таких мелочей тут много. Если у вас до этого не было ангара, то сейчас его купить самое время. Учитывая, что перед новым годом разработчики на него подняли выплаты аж в целых 3 раза. Если вы забьёте весь ангар одним и тем же товаром, вы получите сверху ещё 50% бонуса. И если в открытой, ещё 50%. И теперь умножьте это на полторашние выплаты на этой неделе. Получается очень хороший фарм. Но, как я говорил ранее, он очень долгий. Всё же я вам настоятельно рекомендую купить ангар на этой неделе. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ну а если вдруг тебе есть чем дополнить этот ролик, ты всегда можешь написать об этом в комментариях. Все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...